МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это плей-офф континентальной хоккейной лиги, где просто не бывает абсолютно никому. Плей-офф – это особое время, время, которое рождает героев. И, быть может, сегодня на наших глазах случится что-то подобное. Итак, мы приглашаем вас в Омск, на арену Омск, где мы вместе будем смотреть пятый матч серии между Омским «Авангардом» и Новосибирской Сибирью. Для вас сегодня работает гой от комментаторов. Я Дмитрий Лукашев и наш постоянный эксперт Олег Браташ. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня интереснейший матч, интереснейшая пара. Вы знаете, многие предрекали большое преимущество здесь «Авангарду», но Новосибирская Сибирь показывает себя с самой лучшей стороны в этом противостоянии. И счет 2-2 после четырех матчей говорит сам за себя. Что-то будет в пятом. А как все легко начиналось, как все оптимистично начиналось для Омской команды в первом матче этой серии, где очень крупную победу одержал в итоге «Авангард» со счетом 5-0, в общем, разгром. И тогда казалось, что, ну, быть может, уложится команда и в четыре матча, но Новосибирск проявляет характер. И, наверное, статус фаворита, который был у «Авангарда» перед началом этой серии, сейчас он выглядит, ну, быть может, уже чуть менее таким уверенным и таким стопроцентным. Потому что, нет, конечно, ничего не начинается заново, осталось одной из команд одержать две победы, но, тем не менее, элемент случайности, элемент удачи сейчас, конечно, выходит на первый план. Ну, и, конечно же, элемент дисциплины, поскольку в этом плей-офф уж очень много решает численные преимущества, и то, насколько грамотно будет сегодня действовать команда, конечно, от этого очень много зависит. Да, и Дмитрий Квартальев в одном из своих интервью сказал, что, играя против такого сильного соперника, как «Авангард», мы должны быть сконцентрированы на 200% весь матч. И вот в прошлой игре потеря концентрации на каком-то небольшом отрезке позволила переломить «Авангарду» ход поединка, который сначала складывался в пользу «Сибири». И, конечно, вот формула успеха для «Сибири» здесь, то, что сказал Дмитрий Квартальев. Это полнейшая концентрация, причем весь матч. Давайте напомним коротко о том, как развивались события в серии, ну, а потом уже перейдем к составу, в котором сегодня вышли команды «Налет». Итак, первый матч 5-0 победа «Авангарда». Ну, вот второй матч в Омске проходил уже посовершенно. К другому сценарию очень оборонительный хоккей выдали обе команды. И в итоге со счетом 1-0 побеждают новосибирцы, сравнивают счет в серии, которая затем переезжает уже в Новосибирск, где обменялись команды победами. И таким образом счет сейчас 2-2. И, в общем, многое зависит, конечно, от этой игры. Ну, и давайте, наверное, к составам команды. И начнем, раз показывает нам Дмитрия Квартального, давайте начнем с Новосибирской Сибири. Буквально коротко пробежимся по игровым сочетаниям. Пара защитников. Кутузов, 45-й, Алексей, 20-й, Кулга, 44-й, Кудрыч, 78-й, Лекомцев, 52-й, Зайцев, 22-й, капитан команды Никита Зайцев. И седьмым защитником сегодня заявлен Максим Игнатович. В тройке нападения Романов, Лехтеря и Энлунд. Так, по-моему, было заявлено первое звено, но, насколько я понял, вместе с Энлундом и Лехтеря появился в первых минут Виктор Другов. Дальше по сочетаниям нападающих Алексей Копейкин, 25-й, 30-й Александр Никулин и 50-й Максим Кривоножкин. Шумаков, Федоров и Романов. Это третья тройка нападения Сибири. И Артем Ворошил, Олег Губин и Степан Санников. Это четвертая тройка. И 13-й нападающим заявлен Сергей Белоконь. И также пройдемся коротко по составу Омского авангарда. Пара защитников. Валентенко, 25-й, 77-й, Антон Белов. Анси Салмила, 28-й, Певцакин, 91-й, Пуиц, 81-й, Лямин, 3-й. Седьмой защитник Станислав Калашников, 47-й. Тройки нападения. Ну, здесь в первом звене все понятно. Пережогин, Курьянов, Попов. Без особых представлений. Далее капитан команды Фролов, 82-й. Внутри 7-й, 42-й, Томож Заборский, 67-й. Третья тройка. Игорь Болков, Андрей Таратухин и Андрей Иванов. Четвертое звено Александр Нейстров, Матти Купоринин, Владимир Первушин. И 13-й нападающий Семен Жеребцов, номер 8. Ну и с вратарями, я думаю, тоже предельно все ясно. Карри Рама и Джефф Глаз спрашивали, конечно, квартально после предыдущей игры, есть ли шанс появиться на льду у Сергея Гридученко. На что он сказал, что кредит доверия у Глаза большой. И, понятное дело, что ставка будет сделана на этого голкипера в этой серии. Да, Джефф Глаз здорово играл. Но в прошлой встрече пару ошибок он допустил. Но это правильно, как вы сказали. И то, что сказал главный тренер Сибири. Ошибиться может каждый. Но в Глаза Новосибирский верит. И он первый вратарь. И на него вся надежда. Игра началась в хорошем темпе. Вы знаете, я обратил внимание, что после дней отдыха, когда команда переезжает, первые матчи проходят обычно на очень хороших скоростях и в хорошем темпе. И вот эта игра не исключение. Очень хорошо двигаются в начале игры соперники. И игра проходит как то в одной, то в другой зоне. То есть преимущества на старте не имеет ни одна из команд. И причем даже, я скажу, что новосибирцы так совсем не чувствуют в эти минуты себя гостями. Было время восстановиться. Но, наверное, о полном восстановлении в условиях плей-офф вообще речи, наверное, идти не может. Но, тем не менее, вдохнуть какую-то свежесть за дополнительный день отдыха, наверное, все-таки можно. Да, безусловно. Когда играешь каждый день, то вторая игра, конечно, если здесь мы говорим о том, что игры в плей-офф – это предельное напряжение. Предельное напряжение и физических, и моральных сил. То, конечно, играя на следующий день, здесь силы не беспредельны. И это заметно. Ну, а вот когда, правильно, как вы сказали, есть время немножко вдохнуть, тогда совсем в другом состоянии выходят игроки. Ну, посмотрим, к чему это приведет сегодня. Еще одна пауза в игре. Вы знаете, вот на этих первых минутах очень здорово играют в средней зоне нападающие Сибири. Ну, практически вот все эти пять минут, они просто не дают хозяевам, игрокам авангарда, развивать свою атаку и проходить среднюю зону. То есть, вот первые пять минут новосибирцы среднюю зону выиграли. Что будет дальше, посмотрим. Ну, и первая пятерка сейчас на площадке у Сибири. Конечно, там солируют Энлунд и Лехтеря. Очень интересно наблюдать за этой связкой этих форвардов, которые проводят хороший сезон, прекрасный сезон. И, конечно, во многом олицетворяют игру Сибири. Ну, добавим, что это по-настоящему сибирское дерби. Дерби между Омском и Новосибирском не так далеко. Ну, такое большое расстояние, ну, в условиях, конечно, нашей огромной, огромного сибирского региона. Но, тем не менее, у болельщиков есть возможность приехать на выезд и также поддержать свою команду. И вот самое что ни на есть, настоящее сибирское дерби и по характеру борьбы, которую мы наблюдаем и в этом матче, и в этой серии. Новосибирцы владеют шайбой, организуют атаку. Мы видим, что авангард всей пятеркой откатился аж за красную линию. Мы видим, не просто зону сопернику отдает, а аж половину площадки. То есть вот такую модель игры выбрали хозяева, несмотря на то, что они играют на своем поле. Видим, да, только у красной линии начинает встречать. То есть вот плотность такая между красной линией и своей синей все пятеро. Да, концентрация игроков там максимальная. Максимально внимательно встречать оппонента. Здесь бросок от синей линии. Легкая добыча для Джеффа Гласса. Но, тем не менее, в тактическом плане выбрасывание в зоне соперника авангард добился. Возвращаемся в Омск, где, можно сказать, только начинается поединок между авангардом и Сибирью. И вот пока без моментов действуют команды, пока очень внимательно, пока разведка боем ли это? Да нет, наверное, пока просто настолько четко выполняют задания тренерские команды по нейтрализации соперника, по недопущению его свободной зоны. И вот поэтому в средней зоне пока разворачивается игра. Александр Фролов там ведет силовую борьбу, в итоге оказывается на льду. И амичам приходится начинать из своей зоны атаку. Да, правильно Дмитрий вы сказали. Пока ошибок команды не допускали. Ведь любой опасный момент у чьих-либо ворот, это следствие чьей-то ошибки при игре в обороне. И пока вот за эти 6,5 минут ошибок не было ни у тех, ни у тех команд. И поэтому моментов опасных пока не возникало. Сейчас смена составов происходит. Игнатович подождал своих партнеров, они раскатились и вот отправил их в атаку. Четвертое звено на льду у новосибирцев. Там, по-моему, положение вне игры, по-моему. Да, совершенно верно. Арбитр. Олег, ну наш любимый журналистский вопрос, мой любимый журналистский вопрос. Все-таки Авангард фаворит на данном этапе или уже 50 на 50? Ну вы знаете, ну Авангард в этой паре фаворит по своему статусу, да, по определению. Игры немножко по-разному складывались, да, особенно если мы возьмем там первый матч и последующий. Поэтому, скажем так, что Авангард фаворит в этом матче по своему статусу и по положению, да. А то, что по игре, давайте смотреть и мы увидим, кто фаворит по игре. Потому что сам результат 2-2 в четырех матчах, он говорит сам за себя. Если вот вчера я когда говорил репортаж питерского СКА против Атланта, ну там понятно, да. То есть Авангард сопротивлялся как мог и смог даже выиграть один матч. Но по игре было видно и в том матче, когда всего 1-0 выиграл СКА, что видно было, что по игре СКА, конечно, фаворит. Ну а вот здесь у нас страсти накалились. Алексеев и Иванов, да, здесь выясняют отношения. Но мы видим, перчатки пока не скинули. И я думаю, что здесь просто судья ограничатся четырьмя минутами для каждого. Ну и до ударов дело-то не дошло. По большому счету, таким борцовским приемом оказались оба хоккеиста в портере. И, ну, может быть, и кучу. Игроки понимают, что они не должны подвести команду, потому что если бы скинули перчатки и пошел бы мордобой, да, то это была велика вероятность удалиться до конца матча. Ну а это уже не на пользу команде бы пошло, потому что оба игрока, игроки основного состава. И мы видим, как ответственно они к этому делу подошли, несмотря на то, что нервы нервами. А о команде, мы видим, не забывают хоккеистов. Ну там еще, по-моему, какой-то диалог состоялся между игроками. Тем временем два хоккеистов в авангарде сейчас. Да, по два удаленных хоккеиста с каждой стороны. Но сейчас дождемся официального протокола. Так, это то, с чего началось. Какие-то вопросы у Дмитрия Квартального к арбитрам. Причем к Лайсманам. Ну здесь нам понятно, что удаления все обоюдные. Большинство ни у кого не будет в этой ситуации. Недоволен Квартальнов и, по-моему, продолжает высказывать свои претензии. В адрес то ли судей, то ли соперников, то ли своих игроков. Может быть, здесь претензии в том, что почему вбрасывание в зоне новосибирцев, когда там защитники подъехали в эти разборки. Защитники авангарда пересекли вот эту линию допустимую. И в этих ситуациях вбрасывание должно быть в средней зоне. Может быть, это мое предположение. Может быть, насчет этого. Потому что нам показывали этот поединок между игроками. И мы не видели, действительно ли приехали там защитники или нет авангарда. Ну, как бы то ни было, в полных составах команды продолжают играть. Ну, и здесь тоже большая плотность игроков Сибири в своей зоне. Не дают раскатиться сопернику. Энлунд. Вот новосибирцы все-таки просочились, можно так сказать, в зону соперника. Но здесь отчаянная борьба за шайбу. Первые звенья сейчас на льду у команд. Да, и, по-моему, все-таки с Энлундом и Лехтери действует Александр Романов. Третий, шестой номер. А перед матчем стартовой пятеркой был представлен другой хоккеист. В общем, все так, как и должно было быть. Шайба за воротами Рама. До броска дело не дошло. И пока вот в этой игре мы наблюдаем броски только с дальней дистанции. А вот первый момент опасный. Вот кто-то из нападающих не доработал новосибирцев. И убежали в атаку 3 в 2 хоккеисты авангарда. Вывели на завершающий бросок, по-моему, Дмитрий Семина. Да-да-да, 42 номер. И имел он классный момент забить, но не забил. Ну и плюсик ставим Джеффу Глассу. За действием в этом эпизоде. Вот там Заборский мешал. Нет, уже в стороне от ворот он находился. Но, тем не менее, отличная позиция для броска была у Семина. Но пока на табло 0-0. Ну вот разве что по голевым моментам авангард чуть-чуть вырвался вперед. Но это абсолютно ни на что не влияет. Отчаянная борьба. И снова там, по-моему, все уже в портере происходит. Игнатович, по-моему, с Игорем Волковым здесь схлестнулись. Да, страсти, конечно, наколены до предела. Причем с самого начала встречи. И вот такой у нас плей-офф уже на первой стадии. Второе чрезвычайное хоккейное происшествие. Вот за какой-то очень короткий отрезок времени мы уже с вами наблюдали. С чего-то началось-то все. Отмахнулся, отмахнулся Волков. Но до этого, по-моему, клюшка ему досталась. Но здесь уже... Знаете, судя по жесту арбитра, я подозреваю, что Новосибирск сейчас в меньшинстве будут действовать. Потому что мне показалось, что в одну сторону только показал нарушение правил главный судья. И Игнатович за удар соперника отправился на скамейку штрафников. Составил компанию своим партнером. Если так дальше пойдет, может место не кладить на скамейке штрафников. Мы будем надеяться, что более дисциплинированно будут вести себя команды. Первое большинство в этом матче имеют хозяева. Вбрасывает шайбу в зону и сходу бросок. Не стал он неожиданным для Джеффа Гласса. По-моему, первое звено сейчас вышли на реализацию. Валентин Когылов и Пережогин Курьянов и Попов. Звено, с которым, конечно, у омских болельщиков связаны особые надежды. Вот здесь серединку проконтролировал защитник. Самая опасная здесь зона, из которой чаще всего забивают в большинстве. Бросить не дали сейчас. Удается закрепиться в зоне. Гласс показывает, что готов нанести бросок. Но трудно пока вывести, отдать точную передачу на партнера. Валентин Когылов от синей линии. Джефф Гласс очень уверенно здесь парирует. Но она отскоки первыми новосибирцами. Полминуты еще есть в этом большинстве. И из-за своих ворот авангард начинает атаку. Вот, по-моему, Дмитрий Семин, который, у которого был уже момент в этой встрече. Выброшена шайба из зоны. И заканчивается уже штрафное время. 10 секунд остается до выхода пятого игрока Сибири. Не удалось реализовать первое большинство хозяевам. В полных составах играют команды. Из-за своих ворот авангард начинает эту атаку. Чуть более восьми минут остается сыграть в первом периоде. И пока у нас счет не открыт. Но по такой игре ценность каждого гола, конечно же, предельно велика. Да, причем в этой серии уже был матч, когда именно одна всего шайба решила исход противостояния. Второй матч номер два здесь же в Омске победила Сибирь за счетом 1-0. Бросок с острого угла. Карирама на месте. А вот здесь уже опасность. Самый опасный момент усилиями четвертого звена новосибирцы создали. Это Артем Ворошила. Имел момент с неудобной руки. Бросал он с пятака. Но забить не смог. Забивал он уже в этой серии. Целый был в Новосибирске. Но вот в этом эпизоде повторить то достижение не удалось. Ну что ж, 0-0 у нас пока в Омске. Пятый матч серии между «Авангардом» и «Сибирью». И очень напряженную, очень такую концентрированную борьбу мы с вами наблюдаем буквально. Пусть это и будет журналистским штампом, но действительно на каждом участке площадки идет настоящая мужская борьба. И пока абсолютно непонятно, кто будет сильнейшим по такой игре и выбрасыванием в зоне Джеффа Гласса. Лехтери выиграл. Это единоборство за шайбу. У своего соотечественника Мати Купорнина. Мати Кайнин, кстати, после четвертой игры в Омске в очередной раз заявил, что Антон Белов – ключевой игрок его команды. И крайне полезно проводится, несмотря на те удаления, которые были, когда «Авангард» выпускал, все равно крайне полезно проводить свое игровое время в этой серии. Один из лидеров Омского «Авангарда». «Авангард» выигрывает вбрасывание в своей зоне. Вот так только через сброс в основном входит в зону соперников команды, потому что большими силами перед своей синей линией встречают. И вот таких прямых атак, да, вот одна была. Атака схода. Атака схода, когда Семин имел классный шанс открыть счет в этом матче, а больше таких атак не было. Вот очередная попытка, но мы видим, все игроки «Авангарда» уже перед своей синей линией встречают. И опять очередной вброс в зону. И здесь очень хорошая борьба за шайбу. Выиграл ее Сергей Шумаков. И новосибирцы перешли позиционные атаки, но не так просто здесь вырваться из-под опеки. Чтобы обострить ситуацию в зоне, здесь нужно, чтобы кто-то переиграл своего оппонента. Вот так как разрушать по определению всегда проще, чем созидать, поэтому переиграть пока не получается. Александра Пережогина показывает нам сейчас на экране, безусловно, лидер команды. Это Олег Бубин на точке сбрасывания. Проиграл Дмитрию Семину это единоборство. Ну, сбрасывание в средней зоне дает вот возможность организовать свою атаку, что «Авангард» и сделал. Да, довели шайбу в зону соперника. Там выиграли ее в борьбе. И сейчас позиционно атакуют. Шайба у правого передачи отдавал Дмитрию Семину, который здесь притаился на вершинке. Ну и разобрались. Но была перехвачена шайба. Тем не менее, не забыли там новосибирцы про Семина. И контролировали его местонахождение. Очередная попытка. Семин от красной линии. И поворотом Глаз легко справляется с этой шайбой. Но вбрасывание в зоне заперника Дмитрий Семин этим броском добился. Смена составов. Мне кажется, пока, может быть, не по голевым моментам, но по тому давлению, которое создает все-таки, у Глаза побольше работы, чем у Карри Рама. Я с вами согласен. Если мы говорили про первые минуты, про первые 6-7 минут, мы говорили, что новосибирцы на этом отрезке выиграли среднюю зону. И поэтому «Авангард» просто практически не заходил в первые минуты в зону соперника. Во второй половине периода мы видим, что «Авангард» чаще гостит в зоне новосибирцев. И очень хорошо. Хорошо. И вот еще один момент. Вот здесь упустили на пятаке Игоря Волкова. И Андрей Иванов хорошую передачу из ворот. Да, вовремя Иванов сделал передачу партнера. И тот один был перед Глазом, но переиграть вратаря не смог Игорь Волков. Я с вами согласен. Во второй половине первого периода «Авангард» имеет преимущество за счет более таких нацеленных действий. За счет того, что они выигрывают борьбу за шайбу в зоне соперника. Нет, вот так передачами не получается. Не получается войти в зону чисто. Здесь перехваты. А вот когда «Авангард» забрасывает шайбу, и там очень хорошо нападающие за нее борются, отвоевывают. И вот создают такое напряжение у ворот соперника. Ну и вот еще одна волна атак «Авангарда». Борьба у борта. Ну и здесь на каждом «Авангарда» наверное сразу к нему два соперника подъезжают и не дают развернуться. Нет, ну двух-то на каждого не хватит, потому что и пора, и по пять. Но грамотно, очень грамотно новосибирцы. Но недочеты были, да. Одну атаку схода пропустили новосибирцы в первом периду, и одну в позиционную пропустили. Вот когда совсем недавно Игорь Волков имел шанс. Попов. Вот опять мы видим, Попов с партнерами выиграли шайбу. И поэтому атака продолжается. Здесь с креста пошли с подключением защитника. Здорово «Авангард» делает. Доходит дело до броска, но перед воротами здесь новосибирцы играют очень внимательно. Да и вообще в своей зоне буквально на плечах у каждого из... Ох, какой момент! А был бы гол красавец. А вот такой рейд Сергей Шумаков совершил, обыграв всех соперников. И вышел один. На карьерама переиграть вратаря уже не смог. Ну здорово, там разобрался с защитниками. На ограниченном пространстве сумел оставить оппонента за спиной. В лоб, в лоб обыграл. Лямин. Передача партнера. Вновь Лямин. Ну и вброс шайбы в зону. Да, скажем так, по первому периоду «Авангард» имеет территориальное преимущество. Создал пару моментов голевых. Но Сибирь хорошо обороняется. И тоже контратакует при возможности. И пару моментов Сибирь тоже своих имела. Так что все тут может... Все в этой игре очень на тоненького. И может решиться как в одну, так и в другую сторону. Но атака «Авангарда» сейчас. Волков там кружит в углу площадки. Передача партнеру. И вновь там же находится шайба. Таратуфель и Кутузов ведут борьбу за нее. Вот чуть-чуть голов не видел, похоже, шайбу. Ну и последняя минута первой двадцатиминутки пошла. Которую Сибирь встречает в атаке. Но довольно быстро она захлебнулась. И есть-есть время у «Авангарда» для того, чтобы раскатиться. И, может, еще до сирены на перерыв что-то придумать в чужой зоне. Бросок! Есть возможность для броска сразу бросать. А Нестерова нам показывает. Вот Дмитрий Квартальнов. Да, вот такой неплохой момент «Авангард» создал на пересменке. Быстрее смениться у них получилось, чем у новосибирцев. И пока те менялись, вот на входе в зону до броска довели они свою атаку. Ну а здесь в самой концовке первого периода вбрасывания в зоне новосибирцев. Сколько же таких бросков из средней зоны по «Авангардам» мы уже видели? Четыре-пять, наверное, в первом периоде. Может быть, три-четыре. Ну, как мы видим, во многих ситуациях это, наверное, оптимальное продолжение. Поэтому, с одной стороны, может быть ошибка вратаря. С другой стороны, может быть удачный отскок. Я имею в виду удачный для нападающих, которые бегут в зону. Ну, а в тактическом плане это шайба в зоне соперников, вбрасывание. То, что мы видим. Вот выиграли хоккеист «Авангарда» вбрасывание, и они атакуют. В любом случае, какие-то дивиденды от этого, безусловно, получает атакующая сторона. Ну, а тем временем «Сирена» на перерыв по итогам 20 минут этой встречи. 0-0 в поединке «Авангард-Сибирь». Напомню, что пятая игра в этой серии. Счет 2-2. И, в общем, все самое интересное только начинается. Мы снова приглашаем вас в Омск, где пятый матч серии между «Авангардом» и «Сибирью». Который пока проходит, в общем, в насыщенной борьбе, но без обилия голевых моментов. Итак, первые 20 минут игры позади, и которым подытожит наш эксперт Олег Павлович. Ну, в первом периоде, в принципе, равная игра, но все-таки с территориальным преимуществом «Авангарда». Стали они во второй половине периода освоились и поняли, как проходить им среднюю зону. Стали часто бывать в зоне новосибирцев. Неплохо удерживают шайбу в позиционных атаках, но Новосибирь очень грамотно обороняется позиционно. И практически вот один момент только они упустили, когда Игорь Волков имел классный шанс забросить шайбу. Ну, и еще был один момент атаку схода. Там не успели нападающие вернуться, когда Дмитрий Семин простил соперников. Ну, в то же время у новосибирцы тоже при возможности контратакуют и тоже имели пару моментов. Один в атаке сходу, но там индивидуально здорово сыграл Сергей Шумаков. Обыграл один в один защитника, но немножко пространства ему и запаса скорости не хватило, чтобы переиграть карьерама. Ну, и в позиционной атаке тоже один был неплохой момент, когда на добивании Артем Ворошила там с неудобной руки, с пятачка бросал поворотом. Ну, вот, скажем так, по опасным моментам 2-2. Хотя, конечно, моменты, эти два момента у авангарда, они были более, скажем так, голевыми, что ли. Ну, и территориальное преимущество на стороне хозяев. Ну, и счет по броскам говорит тоже об этом. 11-4, но все в основном броски, кроме вот тех двух моментов, про которые мы сказали, они были не такими уж опасными от красной или от синей линии, с которыми очень уверенно Джефф Гласс справлялся. Ну, вот, как и в этом моменте, бросок от синей линии и в очередной раз шайба в ловушке у Джеффа Гласса. Коротко, еще буквально кое-какие статистические данные по вбрасыванию после первого периода. 11-8 впереди авангард среди лидеров по количеству игрового времени, как у обычной защитники. У авангарда это первая пара. Валентенко почти период сыграл, 9 минут 0,9 секунд. Ну, и Антон Гылов чуть больше, на полминуты, 9 минут 36. У Сибири больше всего времени на площадке проводит... Ну, по-моему, Кустиан Кудрич, защитник второй пары, 7 минут и 9 секунд. Да, но здесь мы должны сказать, что Сибирь действует в 7 защитников, а авангард в 6. Ну, и в 4 тройки нападающих действуют и новосибирцы, и авангард, хотя заявлено у них по 13, пока не выходили на лед в составе авангарда Семен Жеребцов, а в составе Сибири из нападающих Сергей Белоконь. Удаление в нашем матче за удар соперника, за грубость удален Иван Леконцев, защитник новосибирцев. И второе большинство в этом матче будут иметь хозяева. Большинство, как много оно значит в этих кубковых баталиях, и вот реализация чистого преимущества, конечно же, важнейший компонент. Смотрим, что на этот раз придумает авангард. Сходу после вбрасывания закрепились в зоне, но и сейчас будут растягивать, раскатывать вот эту четверку новосибирцев. Новосибирцев. Пока. Пока это все не опасно. Обросок. А вот это уже было довольно опасно. Серединку очень, очень внимательно стеребут вот этого игрока, который открывается перед воротами. В данном ситуации это был Дмитрий Семин. Ну вот подключился защитник, немножко с угла, но все равно было опасно после передачи из-за ворот. Но Джефф Гласс надежно закрыв ближний угол и шайбу зафиксировал. Еще полторы минуты играть в большинстве хозяевам. Показывает нам крупно сейчас Джеффри Гласса, который, конечно, предельная концентрация на лице. У Карри Рэма. Не спеша, не спеша начинают здесь мячи. Поменяли они свой состав. Первое звено вышло на лед у авангарда. Курьянов-Попов-Пережогин. Ну и Валентенко с Беловым, очевидно, пара защитников. Но Валентенко точно сейчас мы видим. Да, все так и есть. Вот мы видим, пока не получается у авангарда не только войти в зону соперника, но даже здесь шайбу вернуть себе. Хорошо очень. В борьбе убивает время Александр Романов. Да, наверное, секунд 20 точно здесь. Волгу он, да, здесь удерживал у борта шайбу в зоне соперника. И вот тоже Евгений Федоров сейчас не дает просто от своих ворот даже начать. Очень высокий прессинг в исполнении курорта Новосибирской Сибири. Но вот буквально ничего уже не осталось от этого чувственного преимущества. Да, ну, видите, нужно отметить здесь, конечно, этих двух нападающих, которые убили, наверное, около минуты. Бросок! А вот это было очень опасно. Певцакин, по-моему, заряжал, ну не от синяя, а даже ближе. Кита Певцакин ближе, ну, это уже голевая позиция была, но мне показалось, что рядом со штангой шайба пролетела. Здесь подставлял Томаш Заборский клюшку, но Джефф Глаз занял позицию идеальную, и шайба его нашла. Выстояли новосибирцы, если можно так сказать. Ну, отметим, опять же, игру в меньшинстве нападающих Александра Романова и Евгения Федорова. Ну, а это повтор эпизода, вот, которым заканчивалось это уже большинство. И там очень здорово действовал Глаз, очень надежно, кладнокровно. Но раньше времени не будем хвалить Галкибера. Старая и давняя традиция, что только после игры об этом можно говорить. Ну, здесь передача на пятачок. Там партнер был под опекой соперника. Вырваться он не смог, поэтому передача, естественно, не прошла. По-моему, поднято, арбитр поднял руку, и будет удаление в составе авангарда. Там в чужой зоне 78-й номер, по-моему, это Андрей Иванов. За толчок соперника сейчас он будет удален. И вот первое большинство в этом матче получают новосибирцы. Ну, вот шанс для подопечных Дмитрия Квартального проявить себя уже в этом же компоненте. Пока две попытки были у хоккеистов Омска, а это повторное решение правил, но, по-моему, все очевидно здесь. Пока авангарда не удалось реализовать, амичам большинство новых. Посмотрим, что придумает Сибирь. Выиграли они вбрасывание и сразу приступили к розыгрышу лишнего. И там очень активно на пятаке кто-то из нападающих закрывает обзор рама. Это Максим Кривоножкин, 50-й номер. Бросок с острейшего угла здесь Копейкин, по-моему, атаковал. Это мимо ворот. Борьба за шайбу. Выигрывают опять новосибирцы шайбу Копейкин. Неудобно уже было бросать. Но перед ним были игроки. И свои и чужие. Не нашел он пути для шайбы. Бросок и мимо. От синей линии сходу заряжал Иван Лекомцев. В ворота не попал. Продолжают владеть шайбой новосибирцы. А здесь не прошла на Лекомцева передача. Успел ее перехватить Анси Салмела. А вот мощнейший щелчок, по-моему, это Никита Зайцев зарядил. Но тоже шайба прошла рядом со штангой. Вот такой ударный отрезок в большинстве провели хоккеисты Сибири. Больше минуты они не выходили из зоны соперника. Но забить не смогли. Ну и, по-моему, смена сейчас произошла атакующая пятерка у новосибирцев, у того звена. Вроде бы получалось вывести на бросок. Но вот мимо ворот как-то летели шайбы. И Кудрич просто вбрасывает шайбу туда в зону. Но здесь рама очень четкая и надежно отпасовала партнеру. Ну и партнер также надежно выбросил шайбу через середину между защитников из своей зоны. В полном составе авангард. Новосибирцы тоже не смогли использовать свой шанс в большинстве. Очень хороший выход из своей зоны. Классический выход. И вот атака схода может получиться. Но неудобно было здесь сразу бросать Фролову. А развивалась атака здорово. С самого начала. Завершения не было. Авангард в чужой зоне. Семин. Передача на противоположный фланг. Какой пас классный прошел от Семина. Томашу Заборский. Тот схода вложился. Но как глаз здорово сыграл. Успел он на этот перевод. И щитком шайбу отбил. Четвертое звено сейчас у новосибирцев в зоне соперника. Очень активно действуют здесь новосибирцы. Мы отмечали уже четвертое звено. И по первому периоду у них был момент. Про который мы говорили у Артема Ворошила. И вот опять мы видим какие действия хорошие. Бросок. Их ломается. Клюшка сейчас. Да. Не вовремя. Артур Скул, да. По-моему всю мощь вложил в этот бросок. Но шайба далеко от ворот полетела. Вот только сейчас. Только при помощи проброса разрядили напряженность в своей зоне хозяева. Сейчас свежее звено выходит у новосибирцев. Ну, а здесь рекламная пауза на руку обороняющимся. Потому что Авангард не может сейчас поменять свой состав. Но им на помощь, да, приходит рекламная пауза. Заканчивается реклама. И возвращаемся мы с вами на арену Омска. Где почти уже половина матча сыграна. Половина основного времени матча. Всякое бывает в этом розыгрыше плей-офф. И другая серия. И с другой конференции. Конечно, я думаю, вы понимаете, что я веду речь о поединке между Северсталью и Локомотивом. Так вот, очень надолго иногда затягивается хоккей в плей-офф. Так что даже за полночь зрители добираются домой. Ну, посмотрим, дойдет ли сегодня дело до этого. Но, тем не менее, констатируем, что 29-я минута встречи идет. И пока 0-0 в матче Авангард Омск-Сибирь-Новосибирск. И последние минуты остались за новосибирцами. Тут и большинство было, и активные действия четвертой пятерки команды Дмитрия Квартального. Олег, а вот вы за овертайма или за буллит? Потому что, ну, как показывает практика, когда команда играет почти два матча в один день, имеется в виду 120 минут игрового времени, все решается, наверное, уже на каких-то рефлексах, инстинктах, хоккейных. Так все-таки что справедливее, овертайма или буллита? Ну, безусловно, что справедливее это, когда во время игры, да, не с помощью какого-то упражнения, да, ну, буллит что такое? Это упражнение, да, выход один на один против рукава. То есть это какой-то элемент, вот. А к самой игре это, ну, имеет не такое же большое отношение, да, скажем так. Естественно, справедливее, когда именно в игре соперники решают, кто сильнее. Но то, что вот есть такие, такой момент, да, то, что неограниченное количество времени могут провести хоккеисты на льду, выявляя победителя, а иногда на следующий день опять игра. Ну, вот здесь, я думаю, что надо думать, думать в первую очередь о календаре, наверное. Ну, здесь много, может быть, вариантов и много компромиссов, да. Может быть, ограничиться одним полноценным периодом дополнительным. Может быть, там, в каких-то решающих матчах, да, играть до шайда, да, или там в финале. Ну, здесь много вариантов, это надо сидеть и долго думать, и взвешиваться за и против, да. Но то, что справедливее, конечно, в игре, выявлять победителя, это однозначно. В любом случае, об этом матче, конечно, уже написано и сказано немало о том, что... Ну, быть может, это и украшение плей-оффа, и то, о чем мы будем вспоминать, когда уже Кубок Гагарина даже найдет своего нового владельца, а может быть, и не нового. Так что, интересно, интересная тема для размышлений, и предлагаю каждому тоже задуматься. Как же будет лучше и для болельщиков, и для команд. Сибирь на своей зоне начинает атаку по правому флангу. Евгений Федоров бросает шайбу в зону, партнер его устремился. Да, успели, успели партнеры здесь сесть и отобрать шайбу, и вот опасный очень был бросок. Рядом со штангой шайба прошла. Защитник подключился. Там неразбериха на смене, и сейчас... И сейчас вот это еще может аукнуться. Момент! Да, и все-таки у новосибирцев шесть человек все равно на поле оказались. Как они там не пытались этого избежать, все равно не разобрались. Да, крайне неудачной смены, и атака... Да, и свою атаку сорвали. Соперник организовали очень... Две минуты, две минуты комфортного преимущества. ...контератаку. Здесь могли, мог авангард использовать вот эту ситуацию и забросить шайбу. И еще все-таки в конце концов они умудрились все равно нарушить численный состав. Всегда очень обидно вот такие удаления, потому что они не следуют из логики игры, или из логики какого-то игрового эпизода, и, конечно... Да, это называется игровая дисциплина. Нарушение игровой дисциплины. Ну что ж, попытка номер три в исполнении омского авангарда в этой встрече. И сходу в зоне соперника Омск. И чувствуется сейчас поддержка. Поддержка трибун, фактор домашнего поля. Третья попытка в этом матче авангарда. Использовать большинство. Сан-Иван. Фролов. А там никого не было. Не, набрасывал он здесь на Семина, но Семин не смог овладеть этой шайбой. Ну, а здесь... Ивцакин. Ох, как досадно. Ошибся в передаче Фролов. Надо опять же входить в зону. Отчаянно обороняются игроки Новосибирской и Сибири. И это приносит результат. Смогли они шайбу отвоевать и выбросить. Ну, и вновь смотрим, как... Активно, да, нападающие мешают развитию атаки. Ну, очень стандартно, скажем, действует в этой ситуации Сибирь. Но это, опять же, приносит плоды. Очень продуктивно действуют нападающие. Валентенко бросал от синие. Ну, так, не слишком акцентированный получился бросок. Ему же опять пришла потом шайба. Но еще одна остановка, еще одна пауза. И полминуты остается играть в большинстве. Вот, казалось бы, так быстро время пролетело после нарушения численного состава. Но есть, есть шанс. Ну, правда, вбрасывание будет в средней зоне, потому что за пределы площадки шайбу выбросил игрок атакующей команды. И Александра Фролова нам показывали только что. Всегда очень труднокровный хит-лист. Спокойно, взвешенно. Ну, видимо, авангард не поменял свою бригаду большинства. Да, не выпустил первое звено, получается. А играет тоже в сочетании. Примерно с таким же пока же успеем. Певцакин. Заборский. Передача бросок к сходу. Дмитрий Семин атаковал. Очень опасно. Глаз справляется. Да, Заборский, Семин и Фролов уже... Третья минута пошла, как они, на льду. Его опять опасный момент. Певцакин вовремя здесь подстрелил. И своевременную передачу от Фролова получил с хода бросал. Ну, не очень получился хороший бросок. Тем не менее, шайба в створ пошла. И Глаз сумел ее отбить блином. В полном составе. Сибирь. Очень длинную смену здесь отыграли большинство. Ну, все, большинство отыграли. Одни и те же хоккеисты у Авангарда. А вот после сбрасывания сразу Иванов наносил бросок. Вот мы видим, что количество бросков по поворотам Глаза все растет. Да, я думаю, что после второго периода цифра уже будет более разниться. Да, преимущество, скажем так, нарастает давление, да, давление Авангарда увеличивается. Ну, еще одна пауза. Пауза в игре. Надо сказать, что Авангард наращивает давление. Но пока, не знаю, наверное, изобретательности, конструктива, креативности не хватает. Да и тем и другим в атаке. Не так много моментов. Да, создаются моменты, но не так много, как хотелось бы, наверное, поклонникам каждой из команд. Ну, комфортно, во всяком случае, нападающие себя не чувствуют, даже когда появляется... Ну, в этом периоде, в принципе, моменты появляются только у Авангарда, если говорить честно. Вот. Но, тем не менее, все время это в дефиците времени, все время это из борьбы, все время это, может быть, как-то из неудобной ситуации. Ну, и Джефф Глаз пока играет без помарок, то есть справляется со всеми теми шайбами, которые доходят до ворот. Ну, конечно, и партнеры здесь, еще раз скажем, что обороняются очень цепко, очень самоотверженно и очень нацелены на оборону новосибирцев. Сибирь в чужой зоне и удалось зацепиться за шайбу. А вот довольно опасный здесь бросок получился. Вот шайба так удачно отскочила нападающему Сибири Виктору Другову. Ну, опять же, бросок... Времени у него не было много на подготовку. Бросок получился вот таким, как получился. Несильным, скажем так, и не таким сложным для Карри Рама. Но тем временем вбрасывание в зоне Рама и выигрывает его хозяева. Вновь мы видим вброс шайбы в зону. Четвертое звено на льду сейчас у Авангарда. Купоринен, Нестеров и Первушек. Ну, а тут не разобрались два хоккеиста Сибири и, собственно, помешали друг другу на входе в чужую зону. Вот сейчас может получиться здорово! Нестеров с угла бросает, но здесь надежно очень Глаз играет. Партнеры Нестерова там устремились на пятак, мы видим, в расчете на помеху вратарю и на добивание. Но не оставил шанса им Джефф Глаз, зафиксировав шайбу намертво. Вот здесь скрест сделали Пермушен и Нестеров. Довольно острый угол был. Ну и Глаз сейчас на наших экранах. Выиграли выбрасывание мячи. Первое звено у них на площадке. Попов за воротами. Подключается к нему партнер за спину. Наскрест получает пас, но обратная передача Курьянова была не точна. Очередное выбрасывание в зоне Сибири. Джеффри Глаз. Человек, которого давно мы знаем по выступлениям в континентальной хоккейной лиге. До этого выступал он за Астанинский Борис. И выступал довольно неплохо. Ну и вот в этом регулярном чемпионате сыграло 38 матчей. В 16 из них команда одержала победу. Пропускал чуть больше двух шайб за игру. Но там совсем немного больше. 2-0-2 шайбы. Это очень хороший показатель. Такой процент отраженный бросков. И процент 93,3. Великолепный показатель у Джеффа Глаза. О роли вратаря в новой сибирской команде в этом сезоне, я думаю, цифры красноречиво говорят. Ну и восьминщик Сергей Гребиченко. Но пока вот в этом плывел, конечно же, Глаз без заговорочного номер один. Чуть похуже показатели в этой серии. Но слишком мало матчей еще сыграло. Четыре поединка, чтобы делать какие-то выводы. Выигрывает вбрасывание Дмитрий Семин. Фролов с шайбой. Семин с острейшего угла. Глаз уже ждет там на ближней штанге. Этот бросок. Все перекрыл. Кстати, если продолжить тему Глаза, то вот личные показатели у него лучшие вообще за всю карьеру в континентальной хоккейной лиге. А если брать предыдущие выступления в Борисе, там цифры были совсем другие. Ближе к трем пропущенным шайбам в среднем за игру. 2,87, 2,95. 3,22 шайбы в среднем за игру. Это предыдущие годы выступления Глаза в лиге. Так что в профессиональном смысле этот вратарь, конечно, прибавил в этом году. Но, впрочем, наверное, надо учитывать, что и Борис, и Сибирь немного по-разному играют в обороне. Да, конечно, конечно. Здесь нужно это учитывать. Тогда мы смотрим показатели вратарские. Все-таки Сибирь в этом сезоне. Мы видим, что очень хорошо организована именно в обороне. И команда на оборону работает. То есть от обороны строит свою игру. У Бориса немножко другой. Мягко говоря, если чуть-чуть. Да, мягко говоря, другой стиль. Борис более атакующая команда. Менее защищающая, скажем так, с перекосом немножко на атаку. Ну что ж, сбрасывание в центральном круге. Нам показывают скамейку сейчас в Новосибирской Сибири, где Дмитрий Квартальнов работает. Впрочем, нет. Это судьи работают. Я думаю, что просто после этой стычки мы сейчас видели, где сошлись Кудрич и Фролов. Я думаю, что арбитры просто подошли к тренерам и попросили немножко успокоить своих игроков, чтобы игра не выходила за пределы правил. А вот здесь удаление, да, подножка там в борьбе у Борта. И вторая попытка будет реализовать большинство у новосибирцев. Да, напомню, что три раза не смогли этого сделать хозяева. И вот сейчас второй раз будут пытаться новосибирцы. Нет, Белов. Белов нарушил правила здесь у Борта. Да, довольно очевидное нарушение за подножку. Вот, кстати, удаление Белова в этой серии новосибирцы уже дважды использовали. Ну, там, по-моему, они не большинство использовали, а просто дисциплинарный штраф был у Белова. Белова просто не было на площадке, а игра-то была в равных составах. Вот, и... Ну, посмотрим, к чему приведет на этот раз Сибирь в зоне соперника. Ну, здесь наброс на ворота, но мимо ворот, и никого там не было в этой стороне из партнеров. Так не очень хорошо... Не очень хорошее решение принял защитник, скажем прямо. И надо заново начинать от своих ворот. Вошли в зону новосибирцы. Смогли? Смогли овладеть шайбой. Кудрич отдает нападающему. Лехтере Кудричу. И бросок сходу. Очень мощный бросок у Кудрича. Ну, такой очень габаритный защитник. Рычаги такие здоровые, праворукие. Я даже не сомневаюсь, что он может... По-моему, он более двух метров, если не ошибаюсь, рост этого хоккеиста. Безусловно, усиление Новосибирской Сибири перед этим сезоном. Даже немного странно, что до этого не выступал он в континентальной хоккейной лиге. Вписался в состав сходу. И, конечно, обойти такого, обыграть такого мощного защитника всегда непросто. Ну, а его броски... Вот сейчас мы как раз наглядно увидели. А вот так схода решил сатаковать нападающий Новосибирцев. В ближний угол бросал. Не попал. Ну, подбор был за гостями. Есть еще у них немножко времени на розыгрыш. Наброс. От синей линии Литфомцева. На бросок. Подправляли там нападающий, но шайба в створ не попала. Хорошая передача. Бросок нет. Броска не последовало. Там сразу два защитника. Это было очень опасно. Копейкин сразу не бросил. Но на противоходе обыгрывал Карри Рама. Но партнеры Рама не позволили ему завершить свои действия и отправить шайбу в ворота. В полном составе. Авангард. Вот давайте мы посмотрим повтор этого интересного момента. Хорошую передачу очень получил от партнера Копейкин. Но схода не бросил. Не знаю, может быть неудобно было. Ну а дальше уже Саунила тут с Семиным и не дали продолжить. Самоотверженно оборонялись эти хоккеисты. Оказались на льду. Ну и отбились в мячи. И Оленденк нам показывает сейчас с крупным планом. Ну и еще одно вбрасывание в зоне авангарда. Хозяева выигрывают эту борьбу. Тем временем быстро у нас пролетел второй период. Вот без заброшенных шайб, но насыщенно проходит игра. И пока 0-0. Очень интересный матч. Очень хорошего качества. Такой добротный хоккей показывают соперники. Ошибок почти не допускает. Поэтому так мало моментов возникает опасных уворот. Но тем не менее очень грамотные все действия и тех и других. Насколько же вырастет цена ошибки в третьей 20 минутке? Но чем ближе к концу, тем цена ошибки будет дороже. У нас еще есть время в этом периоде. Вот мы видим, как плотно играет в обороне новосибирцы. Но тем не менее мы видим, что нападающий авангарда... Да, нападающий авангарда находит возможность все равно добираться до ворот. Пускай не из самых выгодных позиций атакует. Но вот такой бросок, как сейчас, тоже несет в себе опасность. Ну, это в одном случае, если только вратарь здесь не сыграет идеально. Но пока Дед Глаз не дает усомниться в себе. Игорь Волков наносил этот бросок после передачи партнера из-за ворот. Да, по-моему, Андрей Иванов. Мы уже видели что-то такое в этом матче, когда раз из-за линии ворот он уже в первом периоде Иванов выводил Волкова на бросок. Но вот там-то был классный шанс. Да, сейчас бросок с угла довольно острого. И здесь шансов было немного у Волкова. В первом периоде там прям по центру он оказался после передачи Иванова перед Глазом. Что, еще одно удаление, похоже? И удаление, видимо, в составе авангарда. За подножку. Показывает нам тренерский штаб лунской команды. Мадикайнин, финский специалист. Давайте посмотрим. Да, вот здесь. Вот в этом моменте. Александр Пережогин. В борьбе с Александром Кутузовым неаккуратно клюшкой сыграл Пережогин. И Фо в атаке схлопотал. И вот третья попытка сравнялись. Скажем так, по попыткам соперники. Но если авангард свои три уже провел, то новосибирцам третий шанс только предстоит. Но здесь, вероятно, разбитое такое будет численное преимущество на два периода. Потому что остается играть полминуты. Ну, если не успеют. А если не забьют, да. Если не успеют в этой двадцатиминутке реализовать новосибирцы, то да, в штрафное время перейдет на третий период. Зайцев посылает шайбу в глубину зоны. Доходит она до партнера, но там не очень расторопно. Партнеры действовали и не смогли этой шайбой овладеть. Вот шайба выброшена. И, пожалуй, не остается времени уже даже на атаку схода. Разве что на бросок это откуда-то отсюда. Да, Зайцев это делает. Но, разумеется, особой опасности это не несет. Ну что ж, сорок минут позади. У нас 0-0 в матче. Авангард Сибирь. 2-2 в серии. 0-0 в этом матче. И в таком уже получится третий период. Все самое главное смотрите совсем скоро. Ну что ж, всем привет еще раз. Сейчас мы снова с вами в Омске, где начинается, вот-вот начнется третий период матча, пятого матча серии между Омским Авангардом и Новосибирской Сибирью. Ну и по итогам сорока минут игры. 0-0 в этой игре. Быть может, от желания победить. Быть может, от того, чтобы максимально обезопасить свои ворота. Сегодня с такой установкой действуют команды. Ну и желание действительно хоть отбавляй, потому что мы видели вот эпизод, когда у Сибири на площадке оказалось 6 хоккеистов. Конечно же, это от сверхмотивации, потому что цена третьего матча, третьей победы в серии, пятого матча, конечно же, очень и очень велика. Если коротко подвести статистические итоги первых сорока минут по броскам, давайте второй период возьмем отдельно 13-7 в пользу Авангарда. В итоге в матче пока более чем двукратное преимущество «Москвичей» 24-11. По вбрасыванию в матче также преимущество «Омска» 27-15. Ну и по штрафу примерно одинаково. Полностью по 10 минут у той и у другой команды. Обращаюсь к своему напарнику по репортажу Олегу Браташову. Олег, как вам хоккей? Ну, очень хороший хоккей, хорошего качества. Счет 0-0 говорит о том, что команды почти не ошибаются. Ну, а где и есть какие-то недочеты, там все вратари подчищают. Особенно нужно отметить Джеффа Гласса, у которого больше работы. Преимущества, то есть цифры статистические говорят о том, что игровое преимущество имеет Авангард. Но оно вот именно игровое, территориальное, больше владеет шайбой, больше позиционных атак в исполнении Авангарда. Но новосибирцы очень надежно обороняются. Еще раз отметим Гласса, который действует пока без ошибок. Но партнеры очень хорошо ему помогают. И, в принципе, те броски, те моменты, которые возникают у ворот Сибири, они, скажем так, некомфортные для нападающих Авангарда. Нет у них там времени, простора и для того, чтобы хорошо распорядиться своим моментом. Поэтому все из борьбы, из каких-то неудобных ситуаций в основном или из дальних дистанций в большинстве своем. Напомним, еще со второй двадцати минутки осталось время для игры в большинстве у новосибирцев. Но оно уже тает. И вот мы видим, не получилось закрепиться в зоне. Вот введенные секунды гостям. И поэтому сейчас уже выходит... Александр Пережогин. Александр Пережогин удаленный в составе Авангарда. И вот... Момент! И вот когда уже Пережогин вышел, вот здесь момент возник у ворот Авангарда. Еще один момент. Здесь много игроков было перед рамой. И бросок от синей линии тоже был опасен. Хорошая атака удалась новосибирскому клубу. Но и сейчас именно новосибирцы с шайбой начинают атаку из своей зоны. Но здесь в арбитра едва... Точнее даже въехал коккеист. Но не сказалось это на игровом эпизоде. Далеко были соперники. Атака захлебнулась в чужой зоне. На мячи. Раскатываются все пятеркой, чтобы добраться туда, в чужую зону соперника. Но сделать это с первой попытки не удается. Да и вообще в этом матче очень непросто справляться с массированной обороной. Да, войти в зону с контролем шайбы очень сложно в этой встрече. Я согласен. Но вот авангард больше как бы в этом преуспевает за счет грамотного раската и вброса шайбы. Вот сейчас пошел вброс. И там очень хорошо нападающие в этой встрече обычно садятся на защитников. Они грамотно навязывают борьбу и в большинстве случаев этой шайбой завладевают. Но не в этой ситуации, когда на смену поехали все. Ну давайте немножко пофантазируем. Следующий матч серии, а он в любом случае состоится. Идет игра до четырех побед. Состоится в Новосибирске. И вот если сейчас Сибирь забивает одну шайбу, представляете, каково будет Омску. При этом еще и не пропускает. Да, но это, конечно, пока... А вот как раз был очень хороший момент, чтобы забить новосибирцам. Выгодной ситуацией оказался нападающий. Это Александр Романов имел хороший шанс. Наброс на ворота. Добивание. Карри Рама тащит. Ну вот так начало третьего периода проходит с преимуществом гостей. И вот новосибирцы завладели инициативой на этом отрезке. Несколько, буквально за три минуты, несколько моментов создали у ворот Карри Рама. И сейчас заработали большинство. Четвертые в этом матче. Солнова, по-моему, отправляется на скамейку штрафников, но и... За удар соперника клюшкой. Да, четвертая попытка в Новосибирске-Сибири. До этого по три раза. Команды имели большинство. И пока успеха не было, но, может быть, сейчас уже вот эта тенденция, которая характерна для этого матча, прервется. Александр Никулин на точке вбрасывания. По-моему, не стартовая пятерка, где Лехтера и Энлунд играет, выпускает Дмитрий Портальнов. Ну, смотрим. Шайбу выиграли новосибирцы. Бросок! Никита Зайцев. Отличный бросок нанес. Шайба от Скачила здесь к партнеру. Но не смог он попасть по ней. И ворота пока были не прикрыты. Хороший был шанс. Не заметил я, кто это был. Но еще играть и играть в этом большинстве. А сейчас надо спокойно, во-первых, завладеть шайбой. Это Копейкин имел возможность здесь добить шайбу в ворота. Неприкрытые ворота после броска защитника. Какой-то малости не хватило. Так, еще одна остановка. Похоже, вне игры. Показывает нам Антона Белова. Защитника первой пары Омского клуба. Но вот проверенных бойцов нейтрализовать большинство соперников. Выпускает Мотик Айнин. Вбрасывание в центре площадки. Лектеря. Энлунд. Но вот сейчас как раз лидеры на площадке у Новосибирска. Бузов. Лектери с Энлундом очень хорошо сыграли в среднюю зону. Вошли в зону соперника. Энлунд заряжает. Но здесь подставлена клюшка. И шайба покидает пределы площадки. 48 секунд еще есть в распоряжении Сибири. Вбрасывание будет в зоне авангарда. Бросок, наверное, больше на удачу рассчитанное. Потому что это очень трудно оттуда забить. Но если кто-то поставит клюшку, конек, там где-то вблизи ворот, то все, конечно, может поменяться. Я согласен. Рикошет это одно. А еще если закрыть видимость вратарю, то да. Безусловно. В основном так дальние броски достигают цели, когда кто-то из партнеров на пятаке мешает вратарю, закрывает ему видимость. А прямым броском с дальней дистанции галкиперу топ-уровня можно забить сейчас? Если галкипер топ-уровня ошибется. Что сейчас, что раньше. Если вратарь видит от синей линии и дальше, если он пропускает, это явно оплошность вратаря. 10 секунд остается в этом большинстве. И Сибирь в атаке. Бросок. На Шумаков, по-моему, наносил этот бросок. Сергей Шумаков имел возможность, но опять помешали ему бросить. Но этот наброс не опасный. В полном составе уже авангард. Авангард в атаке. Салминов только выскочил со скамейки и сразу здесь включился в атакующие действия своей команды. Вот сейчас только побежал меняться. Федоров за своими воротами разобрался здесь. Шайбу отдал защитника. И поехали на смену. Никита Зайцев тоже оставляет партнером. льда. И, по-моему, трибуны сейчас завелись. Что здесь? Проброс получился? Не дошел до красной линии игрок Новосибирцев. Бросил шайбу. Показывает нам голкипера Карри Рама. Отыграл он всю финальную серию Кубка Гагарина в прошлом сезоне, которая вроде бы складывалась удачно для Омского клуба. Но в итоге чемпионом настала другая команда, а Омск снова на пути к вершине. Ну что ж, продолжаем наш репортаж из Омска. 0-0. И нетрудно догадаться, что много забитых шайб сегодня мы не увидим. А, возможно, все решит один точный бросок. Которого пока ни одна из команд не может создать в такой ситуации. Сыграно уже 6 минут в третьем периоде. Ну и моменты, моменты создают команды. Но пока вот, наверное, рама больше работает в этой 20 минутке. Больше нагрузка на финского голкипера. Но, тем не менее, счет на табло говорит сам за себя. Счет 0-0. И как же сейчас волнительно, наверное, поклонникам этой и другой команды. борьба за воротами. Нападающий авангарды ее выигрывает. Но здесь защитника опекают. Защитника авангарда не дают ему бросить по воротам. Борьба идет везде. Очень жесткая, плотная, вязкая. Не дают по-прежнему новосибирцы на оперативный простор перед своими воротами выйти соперником. Справляются. Справляются в обороне. Вот здесь среднюю зону надо пройти как-то по поводу. Справляются с задачей. За счет индивидуального мастерства привозит шайбу в зону Александр Попов. Скрест с Курьяновым бросок в ближний угол. Мне показалось, что глаз контролировал ситуацию. Ближний угол был закрыт. Мимо ворот шайба пролетела. Ну и отбились новосибирцы. И сами перешли в атаку. Копейкин поборолся здесь с соперниками. Шайбы не овладел. А вот здесь контратака может получиться. Бросок! Опять же. Белов, по-моему, это был. Да, но Никита Зайцев блокировал. Бросок. Ивцакин партнеру. Вброс в зону. Заборский. Заборский идет в борьбу. Помогает ему Фролов. Перекрывают борта. Здесь Семин борется, но шайба все равно выходит за синюю линию. Очередная попытка авангарда. Очередной вброс в зону. Лямин это делает? Да, вбросил. Но там не смогли зацепиться за шайбу. А мячи, а вот контровыпад. Едва-едва сейчас не случилось опаснейшее добивание, потому что если успел бы кто-то из новосибирцев к этой шайбе, то там, наверное, рамы уже мог бы не спасти. Да, после броска Шумакова. Очередная позиционная атака авангарда. Здесь опять перед воротами все плотно. И контровыпад Сибири. Вам не показалось, что в третьем периоде Сибирь более активно играет в атаке? Ну да, вот этот стартовый отрезок... Ну даже отобронявшись, мы видим, что более активно бегут в атаку чем в первых двух периодах хоккеисты Сибири. Ну я думаю, что тот же ход мысли, который у нас был, он вполне присущ новосибирским хоккеистам, что победа в этом матче откроет путь к сенсации, который может сотворить новосибирская команда. И вот сейчас забей, сзади-то аккуратно новосибирск точно потом может отыграть, глядя на то, как действует команда. 50 минут, почти 50 минут игрового времени и в то же время новосибирцы понимают, что не забив гол, они выиграть не смогут, потому что здесь буллитов нет, если бы это в регулярке, можно дотянуть до буллитов и попробовать там выиграть. Но здесь такого нету, и здесь как бы ты ни оборонялся, без атаки ты не забьешь, а не забив ты не выиграешь. поэтому вот в третьем периоде мы видим, что новосибирцы более нацелены на атаку, на атакующие действия. Показывает нам Александра Фролова, человека, от которого в Омске ждут, конечно, многого, а это и весной. Ну, это и понятно, статус обязывает. Фролов лидер команды. Наброс на пятак, Глаз шайбу отбивает и выпускает ее за синюю линию. Очередная попытка войти, бросок с центра поля, Глаз подставляет флюшку, шайба летит до зрителя и вбрасывание будет в зоне Сибири. За 10 минут и 8 секунд до окончания основного времени этого матча, но вот такие болельщики есть на трибунах сегодня. Кстати, детям-то надо соблюдать режим и ложиться спать вовремя, так что затягивать хоккеистам, наверное, вот в интересах этих болельщиков точно не стоит. Тем более первоклассников. конечно. И вот сейчас может получиться ответ у Сибири. Неточная передача и сейчас уже после такой потери можно нарваться на контратаку, но и она захлебнулась, у Попова сошла шайба с крюка, ну и отрабатывали там очень хорошо, конечно, после потери нападающие новосибирцев в оборону. С этим проблем сегодня нет ни у одной, ни у другой команды, я имею в виду с отработкой в оборону. Мне кажется, вот этот матч, он не только психологически, там, скажем, спортивной точки зрения тяжелый, но и физически, потому что вот это обилие борьбы конечно, выматывает очень сильно. Ничего так не выматывает, как единоборство, как борьба за шаги. А вот кто окажется свежее в концовке, кто... Возможно, да, возможно, вот это вот это станет решающим фактором, кто получше будет физически чувствовать себя в концовке. Я с вами полностью согласен. Кулда начал атаку новосибирцев, но все приходится повторять то же самое от своей синей линии, но там опять борьба у борта около скамейки авангарда, отчаянная борьба, тут и руками, и клюшкой, и, по-моему, чем только можно сейчас борются хоккеисты, а в итоге шайба мячей. Ну, эту картину мы увидели сегодня много раз. Да, очередной бросок в центре поля, в очередной раз шайба в ловушке у Гласса, и в очередной раз выбрасывание в зоне Сибири. В очередной раз, наверное, мы можем констатировать тот факт, что очень выгодный игровой элемент вот таким образом доставит шайбу в зону соперника, там, или вбрасываем, или ошибка вратаря, или рикошет, ну, собственно, то, о чем мы уже говорили ранее. Ошибок вратаря пока не было, но вбрасывание регулярно так добиваются о мяче в зоне соперника. Ну, и вот обратно картину мы тут же увидели. Ну, вот и здесь сразу борьба. Видим, активное опять действие нападающих Сибири здесь в борьбе за шайбу в зоне соперника. Копейкин с партнером здесь боролись, но не выиграли шайбу. Сейчас надо отрабатывать уже в оборону. Бросок. Довольно опасный бросок из-под ног защитника, но шайба летит выше ворот. Смена составов сейчас идет. Лехтери мы видим с партнерами появился на льду у новосибирцев. Это значит первое звено сейчас на площадке у Сибири. И первое звено на льду у авангарда Попов, Пережогин и Курьянов. Ну, защитники, понятно, попадают с разными звеньями нападающих, потому что в три пары играет авангард и в четыре тройки нападающих. Есть ли смысл в концовке переходить на игру в три звена сейчас у наставников или наоборот лучше сохранить свежесть? Ну, вы знаете, здесь вопрос в том, что насколько справляются все звенья, да, если какое-то звено выпадает или играет явно слабее других, то можно, конечно, это сделать в концовке попытаться для того, чтобы все-таки увеличить давление на атакующее давление на чужие ворота, чтобы все-таки забить этот победный гол. Но, с другой стороны, правильно вы сказали, неизвестно, насколько может затянуться матч, и поэтому вот это распределение ровно сил между игроками, оно тоже очень важно. И в том случае, если игра всех звеньев тренеров устраивает, я думаю, что здесь, может быть, и не имеет смысла кого-то сажать на лапку. Вот, допустим, мы уже отмечали хорошее действие четвертого звена новосибирцев. И не раз. Да, не раз в этом матче, и вот какой смысл здесь их сажать, когда они очень неплохо действуют. 6 минут и 15 секунд остается играть в третьем периоде этого матча. Борьба сейчас в зоне новосибирцев довольно быстро. они отвоевали эту шайбу и... Олег Губин на замахе здесь не смог переиграть Павла Валентенко, не поддался защитник на ложные движения Олега Губина и в конце концов все равно сблокировал бросок. Ну, в бросовине будет в зоне авангарда. Вот, Валентенко на ваших экранах. Здорово сыграл защитник. Надежный, очень надежный действовал. Олег Губин хотел с помощью замаха посадить защитника и обыграть его, объехать, но не поддался Павел Валентенко. Борьба за воротами. Мячу вроде бы выиграли шайбу, да, Леонид сейчас... не получилось зацепиться нападающим Сибири за шайбу и они сразу откатились в оборону. Ну, здесь очередной вброс в зону. Не очень удачно. Еще одна попытка будет у авангарда. Смена составов. Ну, и сейчас опять половины минут до окончания третьего периода конечно же максимум внимания наверное обороне максимум ну, с одной стороны Дмитрий, с одной стороны да, но мы говорили о том, что ну, только обороняясь и не выиграть, потому что забивать все равно надо и здесь да, максимум внимания обороны это само собой это всю игру мы видим это максимум внимания обороны но в то же дело в то же время никак нельзя забывать про остро атакующие действия потому что не забив здесь не выигрыш сколько сколько потребств играть сейчас уже игра перешла в такую фазу что можно сказать по большому счету уже овертайм начался да, потому что пропустившей команде уже может не хватить времени отыграться да, абсолютно согласен конечно любая шайба она с большой долей вероятности будет победной даже в этом в этом в третьем периоде одним словом возрастает нервное напряжение в этой встрече и посмотрим чьи нервы окажутся крепче Сибирь и за ворот не спеша дает возможность Никита Зайцев ждет партнеров поменяться и теперь сам поехал на смену ну и вот по-моему как раз четвертое звено сейчас на льду в Тоносибире нет третье звено Евгения Евгения Федорова сейчас на льду Омск начинает атаку вброс не успели нападающий ну а здесь неточная передача я хотел сказать получился проброс нет судьи зафиксировали что Кирилл Лямин при желании мог успеть этой шайбой овладеть поэтому свистов не дали ну а кстати вот говорили мы о четвертых звеньях так вот сейчас четвертые звенья на площадке да Заборский нет четвертое звено четвертое у Сибири у Новосибирцев да и второе звено было на площадке у Омского авангарда Фролов все в Минзаборске а вот а вот это уже серьезно в самой концовке матча сейчас удаление за удар соперника клюшкой посмотрим кого наказали арбитры Олега Губина наказали Сибирь в меньшинстве и я скажу что это может быть ключевым это шанс это шанс для Омска и по-моему остается на площадке Заборский Семин и Фролов Ивцакин с кем-то из партнеров там еще один защитник не видно пока в кадре но вот именно это игровое сочетание а по-моему осталось на площадке они играли собственно до нарушения правил да мы помним во втором периоде как больше двух минут это звено отыграло в одну свинь то есть полностью все все большинство но правда без успеха посмотрим что на этот раз все-таки этому звену в большинстве больше тренеры авангарды авангарды дают играть Ивцакин конечно сам выходит на лед стандартная пара да но потому что в три пары играет играет авангард опасный сейчас был бросок от синей линии там скопление игроков было перед Джеффом Глассом на швайбе ворота не отрикошетило а вот хороший момент Глаз выручает да здорово разыграл сейчас авангард эту комбинацию вывели на бросок Александра Фролова никто ему не мешал и время было и пространство было ну с угла немножко но посмотрите как Глаз выскочил под этот бросок как далеко выкатился и среагировал не было смысла тут бросать в одно касание Фролову выждал какую-то паузу ему неудобно неудобно в одно касание да Белов здесь просто Фролов пытался переиграть Глаза на мастерстве да но Глаз здесь выиграл скажем так как это дуэль но там в концовке мы видели уже Никита Зайцев уже на перерез бросался на Фролову то есть это не чистый выход скажем так один на один не чистый дуэль но определенное время у Фролова было последние две минуты третьего периода и считанное количество секунд у Ангарда на реализацию этого большинства не спеша от своих ворот Белов ну всякое может быть помним мы матч пример довольно свежий магнитки Уфы где все решилось за 4 секунды до конца основного времени когда Цикарелло забил шайбу в ворота уфимцев поэтому пока загадывать не будем забьют ли команды в этой встрече хотя конечно такое бывает не очень часто а вот сейчас по-моему проброс да проброс и за минуту 16 секунд до окончания третьего периода в Грассе не будут в зоне Сибири в полном составе играют команды и это большинство не смогли реализовать хоккеиста авангарда по 4 по-моему да большинства в этой встрече имели соперники но попытки их были безрезультатными да абсолютно верно по 12 минут штрафа у соперников но там были обоюдные удаления за грубость да по 4 большинства имели команды выграно в браслоне сразу бросок Фролова но не доходит шайба до Гласса застревает там в игроках ну а здесь смогли новосибирцы выдавить скажем так шайбу за синюю линию а вместе с ней соперник из своей зоны прострел вдоль ворот Гласс подставляет клюшку ну и как-то сейчас не спешат к новосибирце едут в чужую зону еще одна пауза тем не менее привезли шайбу в зону соперника Дмитрий Квартальев главный тренер новосибирской Сибири первый сезон возглавляет этот коллектив до этого работал также в континентальной хоккейной лиге Череповецкой Северстали работал Дмитрий Квартальев Посмотрим к чему приведет первый сезон в роли наставника команды из Новосибирска ну а тем временем создает давление на ворота Гласса первое звено по-моему Омского авангарда еще одна остановка за 14 секунд нет это как раз четвертое звено было еще одна остановка играть остается всего ничего Томатов на наших экранах было у него пара моментов в сегодняшней встрече может быть не 100% но тем не менее один-то момент отличный был да и он сам его создал и он обыграл один в один защитника один на один вышел против карьерама немножко ему не хватило там в концовке чтобы забросить шайбу очередной бросок с центра поля ну и теперь мы уже точно можем констатировать что 60 минут пятого матча серии между авангардом и Сибирью получились нерезультативными шайб заброшенных мы не увидели но хоккей что надо надо заметить поэтому 0-0 сейчас команда отправляется в раздевалку будет перерыв заливка льда в общем все как обычный перерыв отдыхаем и скоро возвращаемся на арену Омск гимн омского авангарда звучит под сводами арены Омск ну песня наверное которая была написана еще лет 10 назад но по-прежнему она сохраняет актуальность и современность для нынешнего состава омского авангарда который конечно трибуны сейчас будут гнать только вперед и поддерживать изо всех сил чтобы пятый матч серии закончился в пользу омского авангарда но полагаю что у парней в белой форме которые сидят на противоположной скамейке совсем другое мнение равно как и у лидеров новосибирского клуба в том числе Эндлунда в том числе Лехтеря в том числе Гласса которые сегодня будут биться за победу в этом матче и собственно можно сказать что только все начинается поскольку позади 60 минут игрового времени которые не принесли заброшенных шаг первый овертайм сколько их будет предположить невозможно может все закончиться очень быстро ну а рекорд этого сезона в континентальной хоккейной лиге я думаю что все прекрасно знают он был установлен не так давно в матче Сверсталь Череповец Локомотив Ярославль и равняется 118 минутам 48 секундам именно столько игрового времени понадобилось коллективам чтобы выявить победителя ну что будет у нас на этот раз посмотрим в общем наблюдаем за овертаймом вместе с нашим постоянным экспертом Олегом Браташом Олег ваши впечатления 60 минут ну что же очень хорошая равная игра правда не результативная но здесь нужно отметить во-первых вратарей ну и все-таки ну не получалось в завершении хотя были моменты мы видели я не хочу сказать что не хватает мастерства там или класса нападающим ну скажем так что таких уж чистых моментов чтобы вообще без помехи практически не было все время что-то мешало дефицит был времени пространства ну не смогли не смогли реализовать то что создали соперники вот ну а если говорить по периодам да то в третьем периоде в отличие от первого и второго все-таки не было такого заметного преимущества территориального авангарда как в первых двух двадцати минутках Сибирь провела третий период поактивней я имею ввиду поактивней прежде всего в атаке и создала больше моментов у ворот соперника чем в предыдущие два периода давайте поговорим о статистике в в основном времени этого матча итак по броскам здесь преимущество авангарда 34-21 но отмечаем что в третьей двадцатиминутке которую мы с вами недавно наблюдали полное равенство 10-10 вбрасывание примерно то же самое 9-10 в пользу уже гостей ну а по итогам матча лучше в этом компоненте действует томский авангард 36 выигранных вбрасываний против 25 у соперника ну и полное равенство по штрафам 12 штрафных минут у каждой из команд в общем не грубый но не слишком корректный матч можно сказать хотя там стычки в первом периоде конечно мы с вами наблюдали и таковых была не одна да в основном они были в первом периоде так вышли показали хоккеисты свой настрой на этот матч ну а потом решили все-таки не тратить силы на такие разборки а сосредоточиться на игре смена состава сейчас происходит да ну вот здесь уже сейчас битва характеров у кого крепче нервы у кого больше сил у кого тверже рука я имею ввиду кто все-таки нанесет этот решающий бросок по воротам момент сейчас у ворот глаза и не прижата шайба была ко льду продолжается атака но уже Юрий Лехтери первым нашел в этом столпотворении шайбу и отправил свою команду в атаку вот сейчас борьба у борта здесь Лехтери с шайбой выходит из этой борьбы отдает защитнику и очень опасный бросок Кристиана Кузрича рядом со штангой шайб проходит много игроков было перед карьерамой и возможно он вообще не видел эту шайбу еще один момент шайба на пятачке и вот опять как в третьем периоде мы видим довольно активные действия новосибирцев в атаке а вот здесь контратака контратака но отработка в оборону сегодня мы уже отмечали она на высшем уровне то есть успевают догнать вот так и в этой ситуации атаку нападающей после потери шайбы после срыва своей атаки а здесь неточная передача и получился проброс в бросовании будет в зоне Сибири любопытную статистику сегодня опубликовала континентальная хоккейная лига о том что более 60% матчей вот которые играются в схожих условиях как сегодняшние когда борьба переходит в овертайм овертайм который будет длиться вечно разумеется с паузами до заброшенной шайбы так вот 60% матчей которые так или иначе перетекают в овертайм заканчиваются в первом овертайме который длится 20 минут посмотрим подтвердят ли команды сегодня эту статистику или опровергнуты вангард начинает от своих ворот атаку не точная передача такое впечатление что там нападающий не ждал паса потому что довольно неплохая передача последовала от защитника не готов был к приему Копейкин вбрасывает шайбу в зону соперника сохраняет шайбу новосибирцы вязкая байка удалось отбиться новосибирцам и мячи в своей зоне но об атаке тут Сибирь не помышляла в данном эпизоде а вот сейчас может быть что-то и придумает нельзя сказать что большими силами сейчас следует новосибирца в атаку но тем не менее там в чужой зоне и конечно это всегда несет какую-то опасность хотя вот сейчас уже все пятерки там и партнеры готовы прийти на помощь партнеру вот момент бросок и вот и вот после такой борьбы классные классную возможность имел Степан Санников игрок четвертого звена какая возможность наверное такой и не было на протяжении всего матча было время поразмыслить как распорядиться шайбой и опять и опять мы отмечаем действие четвертого звена новосибирцев как они хорошо борются в чужой зоне за шайбу на протяжении всей игры мы их отмечаем и вот на этот раз Степан Санников после такой затяжной борьбы за шайбу которую в конце концов выиграли новосибирцы имел шикарную возможность для того чтобы выиграть эту встречу своим броском но не попал в воротах бросал не в тот угол который был свободен а который в верхний угол там где находился вратарь может быть не самое лучшее решение в этой но форварду было виднее в этой ситуации а нам размышлять конечно гораздо проще глядя со стороны и повторить ну Санников скажем так уже измотан был борьбой за шайбу после этого он вложил все последние силы я думаю в этот бросок но не попал я уж не знаю метил он куда не метил или просто в створ бросал а вот здесь потеря на своей синей линии авангарда может аукнуться лектере бросал не смог зафиксировать шайбу сейчас карьерама продолжается позиционная атака новосибирцев а какой перевод сейчас был на лектере вот туда но переквачена эта передача отойдена до адресатов все могло сложиться уже по другому знаете дмитрий вот поперечные диагональные передачи они на совести отдающего классным этот перевод был бы если бы этот перевод не перехватили если его перехватили то виноват в этом отдающий поэтому классным его назвать никак нельзя по задумке по задумке ничего а по исполнению хуже нет здесь вопрос в том именно в результате перехватывается или нет ну здесь хорошо позиционная атака обреза не было а вот когда особенно в развитии атаки идет в среднем зон чужой когда вот эти перехваты после поперечных диагональных передач они чреваты на контратаку в свои ворота отрезаешь всех всех партнеров а вот здесь опасно было свой же защитник закрывал видимость глазу но тем не менее тот справился с этим дальним броском Шумаков здесь поборолся у борта ну а выброс через дальний борт достался по полу Валентенко от своих ворот Валентенко Белов разумеется люди которые сейчас будут проводить наверное максимально возможное количество времени на площадке максимально возможное в рамках человеческих возможностей сил из-за первой пары то есть новосибирцы начинает и гол а вот как же прозевали Семина то никто его не опекал вот такая редкая ошибка в позиционной обороне стоила стоила победы в этом матче но в любом случае мы говорим спасибо обеим командам за сегодняшний поведенок потому что триллер который они устроили еще устроит новосибирский достоин просмотра и 1-0 побеждает томский авангард мячи выходит вперед в серии поздравления авангарду пожелания хорошей новосибирцам конечно же мы ждем продолжения чем закончится это сибирское противостояние 1-0 авангард побеждает 3-2 в серии и на этом мы заканчиваем наш репортаж из Омска для вас сегодня с удовольствием работал Дмитрий Лукашев комментатор телеканала Россия 2 и наш постоянный авторитетный эксперт Олег Браташ Олег спасибо за эту до свидания Дмитрий Лукашев